добрый день мои дорогие друзья и мои уважаемые зрители хочу вам представить вот такой вот плед который я связала на заказ значит плед связан из пряжи газал полушерсть описание пряжей я покажу обязательно дальше видео вот таким вот узором здесь ничего сложного абсолютно если вы владеете умением вязать лицевые изнаночные вы с этим абсолютно справитесь здесь ничего не нужно не скрещивать не перекрещивать никаких дополнительных инструментов только ваши спицы пряжа и желание связать этот замечательный плед значит давайте я вам немножечко о нем расскажу как я его вязала это лицевая сторона по моей задумке и также можно смотреть и он двусторонний можно также из изнаночной стороны тоже его вполне скажем так эксплуатировать он смотрится очень даже презентабельно что для того чтобы его связать что вам нужно какие размеры этого пледа значит у меня получился он приблизительно метр на метр там разница где-то вот в спокойном состоянии смотря как если я его вытягивают он чуть больше получается если как-то так вот в спокойном состоянии в общем в спокойном состоянии метр на метр не вытягивая ничего с ним не делаем вязала я его вот по вот такой схеме можете и зафиксировать себе зафиксировали значит у нас я оставлю же сделаю фотографии оставлю ссылочку в instagram этой схемы на свою страничку значит раппорт узора состоит из 8 петель и 12 рядов вот выделен раппорт значит у меня набрала я на этот плед 180 петель из них 178 это основные петли 2 петли кромочные того 180 петель 168 петель у меня ушли на вот этот вот узор и по 5 петель с каждой стороны на обвязку жемчужным узором вот как видно да и плюс еще по одной кромочной с каждой стороны и того получается по бокам у нас по 6 петель и внутри 168 и того 180 петель дальше у меня получилось что в ширину в общем смотрите я набрала 180 петель провязала 7 рядов жемчужным узором после чего выделила по бокам маркерами обвязку по 6 петель это 1 кромочные 5 петель обвязки и с другой стороны точно также для того чтобы не сбиваться и начала вывязывать раппорты данного узора так как раппорт составляет 8 петель я выбрала скажем тогда количество петель чтобы не было кратно 8 и у меня в ширину получилось 15 раппортов вот 15 вот раппортов дальше высоту я вывязывала тоже 15 раппортов и плюс еще 6 рядов одного раппорта так как я хотела вывязать полностью пряжу чтобы у меня ничего не осталось да кстати сейчас покажу что совсем с десяти моточков 50 грамм это получается с полу килограмма у меня вот осталось вот вот такое вот количество в общем пряжа ушла в принципе можно сказать под 0 так от отступила до немножечко отвлеклась значит провязала я 15 раппорта в высоту и плюс еще 6 рядов от узора это вот эти шесть рядов 1 2 3 4 5 6 провязала я эти 6 рядов и провязала 8 рядов заключительных жемчужного узора сверху так как я хотела закрыть на лицевой стороне если же вас ничего не смущает хотите сможете закрыть на изнаночной стороне пожалуйста вы провязываете тоже 7 рядов скажем так этот ряд вот я вам покажу у нас бой роли во внешнем виде не сыграл вот здесь у меня 7 рядов а здесь у меня 8 рядов ну вот как бы ничего особо никакой роли не сыграла закрыла я обычным привычным способом все это естественно я покажу детально узор я тоже вам покажу как вязала дальше да еще не сказала в узоре в схеме пустые клеточки это изнаночные крестики это означают лицевые тоже это тоже я вам сказала ну собственно вот и все так легко и просто он связался весит этот плед 500 грамм без вот этого маленького дома . ну скажем так если его положить то будут все 500 грамм потому что ничего я не обрезала никакие расходы дополнительные не делала пряжа ушла ровно упаковка в упаковке 10 моточков по 50 грамм ну собственно на этом наверное и все дальше я вам расскажу более подробно о пряже каким инструментом я вязала ну могу повториться это спицы номер пять мне понравилось как смотрится это видите вязка на спицах номер пять ну плед честно очень приятный мне нравится я довольна осталась своей работой возможно в будущем я рискну замахнуть на очень большое скажем так плед на свою большую двуспальную кровать но пока еще только в раздумьях аж я же вам желаю приятного просмотра просмотра практической части где более детально я показываю как вывязывать по петельной этот узор может быть более подробно где-то на чем-то останавливаясь и желаю вам удачи вот получать удовольствие от вашего творчества и подписывайтесь на мой канал с вами была ольга коробец из чего мы будем вязать наш плед это дурицкий производитель газал xl baby wool это полушерсть 50 граммов 100 метров на спицах номер 5 я вижу состав этой пряжи 40 процентов акрил 20 процентов кашемир п.а. и 40 процентов лана мере номер это мериносовая шерсть пряжа на ощупь очень мягкая приятная тактильно достаточно толстенькая но сами понимаете 50 граммов 100 метров до цвет еще не сказала вот наш цвет 801 вот если кому интересно вот пожалуйста тоже указан собственно из этой пряжи и связан весь лет и так дорогие друзья приступаем к увязыванию этого пледа я разумеется уже провязала и сейчас покажу вам как вязать по схеме этот узор вот эта схема я сейчас подержу сфотографируйте кому нужно фотографию этой схемы я размещу еще в instagram и оставлю ссылочку обязательно под описанием этого видео значит наш раппорт узора состоит из 8 петель и 12 рядов по петель на сейчас я покажу как вывязывать но в принципе те кто понимают ничего сложного получается где у нас пустые клеточки это изнаночные петли а где крестики это лицевые петли эта схема показаны для кругового вязания в обратно поворотных же рядах вы вяжете первый ряд по схеме второй ряд по узору как у вас лежат петли третий ряд по схеме четвертый ряд по узору получается нечетные ряды по схеме четные ряды по тому как у вас лежат петелечки тоже ничего сложного а я же покажу как вязать обратно поворотными рядами об круговом вязание вот пожалуйста абсолютно следуйте вашей схеме ничего не меняю и у вас обязательно все получится значит для вывязывания этого пледа я набрала 180 петель на спицы номер 5 как я уже и сказала что в этой пряжи в 50 граммах 100 метров спицы 5 моем случае подошли идеально больше смотрите какая у вас плотность вяжите ли вы рыхло и какой же вы хотите результат после того как набрали 180 петель 7 рядов провязываете жемчужным узором это где 1 лицевая 1 изнаночная на лицевая 1 изнаночная и так далее и в обратном ряду это в изнаночной стороне вы если видите изнаночную вяжите лицевой если видите лицевую вяжите изнаночную собственно так он и получается сейчас я в начале ряда вам покажу как я снимала провязывала двойную кромочную вот для того чтобы был вот такой красивый край не петелечка куда-то убежала это не страшно мы ее быстренько подтянем значит первую петлю мы снимаем вторую петлю мы провязываем лицевой это я вам показываю как я вывязываю обвязку дальше я вижу изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так в обвязке у меня 1 2 3 4 5 6 петель 5 петель узора и 1 петля кромочная потом перебрасываете маркер и уже будете вязать основной узор обязательно вот эту обвязку выделите маркерами для того чтобы вы могли спокойно скажем так просматривать фильм не все время не считать вот эти петли и вам будет удобно а маркер все значит я дальше вяжу узор если конечно кто-то совершенно умеет хорошо сосредотачиваться конечно и маркер не нужен итак приступаем болтовни много приступаем к вязанию много нашего узора первый ряд как мы вяжем 1 петля изнаночная 2 лицевая 5 петель мы вяжем изнаночными и одна петля 8 уже у нас получается лицевая как вязать сейчас покажу вам так начало обвязки я уже вам показала дальше первая петля у нас идет изнаночная 2 лицевая 5 петель изнаночных 1 2 3 4 5 и лицевая все 8 петель 1 раппорт мы провязали дальше мы повторяем давайте я еще один рапорт провяжу с вами первая петля изнаночная 2 лицевая 5 петель 1 2 3 4 5 изнаночной и последняя петля лицевая и так мы провязали с вами два рапорта первого ряда продолжаете самостоятельно и встретимся с вами вот как мы будем вязать обвязку и так довязала я первый ряд до конца до нашей обвязки и начинаю вязать жемчужный узор значит как видно да что если это изнаночная вяжем лицевой если это лицевая вяжем изнаночную предпоследнюю петлю мы провязываем всегда лицевой не зависимости от того что у нас здесь какая идет всегда она будет у нас лицевая с лицевой стороны и и последнюю петлю изнаночной разворачиваем наше вязание я сейчас вам показываю как я делаю вот этот такой красивый край чтобы был вот видно да очень аккуратный развернули наше вязание приступили к ввязыванию второго ряда до снимаем первую петлю кромочную изнаночную тоже снимаю вернее вторую петлю дай снимаем она у нас нить идет перед работой и дальше вяжем согласно нашего узора если это изнаночная вяжем лицевую если это лицевая вяжем изнаночную и вот так вот мы с вами провязали наш мчужный узор второй же ряд нашего узора я уже имею вот эти ромбы а мы вяжем по тому как у нас лежат петли изнаночные провязываем изнаночные а лицевые лицевыми и так вяжем до самого маркера до конца ряда до нашей обвязки вот до этого маркера вяжите согласно тому как у вас смотрят петли и так довязали мы с вами второй ряд до конца что мы делаем с нашей обвязкой провязываем жемчужный узор провязали осталось у нас две петли значит последний предпоследнюю петлю мы снимаем нить перед работой и последнюю петелечку кромочную провязываем изнаночной значит я думаю понятно да с этими двумя кромочным в лицевом ряду мы первую петлю снимаем 2 провязываем лицевой предпоследнюю петлю провязываем лицевой последнюю изнаночной в изнаночном ряду мы первую петлю снимаем опять же до вторую петлю мы тоже снимаем не провязываем и предпоследнюю петлю мы тоже снимаем не провязанную последнюю провязываем изнаночной тогда у нас получается вот такой вот край аккуратная косичка я думаю видно так и так мы провязали с вами уже два ряда нашего узора основного и приступаем к вязанию 3 ряда 3 ряд у нас 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая и 1 изнаночная и того раппорт 8 петель 2 раппорт начинаем также как с первой петли до 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная сейчас я провяжу обвязку и вяжем наш с вами узор 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 2 3 1 лицевая и 1 изнаночная и так раппорт у нас провязан 2 раппорт вяжем 2 изнаночные 1 2 1 лицевая 1 2 3 изнаночные 1 лицевая и 1 изнаночная и так мы с вами провязали уже два раппорта еще один раппорт для закрепления 2 изнаночные 1 1 лицевая 3 изнаночные 1 1 лицевая и 1 изнаночная и так продолжаете самостоятельно да и еще четвертый ряд вы вяжете как я уже говорила согласно вашему рисунку как лежат петли встретимся с вами в пятом ряду и так провязали мы с вами 4 3 4 ряд 5 ряд приступаем к нему значит первые 3 петли мы вяжем изнаночными потом идет лицевая изнаночная лицевая и 2 петли изнаночные еще раз повторю 1 2 3 петли изнаночные изнаночные лицевая и 2 петли изнаночные так и так приступаем 1 2 3 петли изнаночные теперь лицевая изнаночная лицевая и 2 петли изнаночные 1 и 2 и так первый раппорт мы с вами провязали пятого ряда 5 ряд первый раппорт 1 2 3 петли изнаночные лицевая изнаночная лицевая и 2 изнаночные 1 2 и еще раз изнаночные 3 петли 1 2 3 потом лицевая изнаночная лицевая и 2 петли изнаночные 1 2 3 и так вы продолжаете вязать самостоятельно дальше после того как вы привяжите пятый ряд шестой ряд вы вяжете по рисунку седьмой ряд вы вяжете тоже по рисунку и восьмой ряд вы вяжете только тоже по рисунку встретимся с вами в девятом ряду м к вывязыванию девятого ряда значит девятом рядов мы вяжем 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая 1 изнаночная на этом наш рапорт закончился и продолжаем с начала рапорта как вязать сейчас буду показывать провязали нашу скажем так окантовку да и вяжем дальше 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая и изнаночная все рапорт на 6 8 петель закончился продолжаем следующий рапорт 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая и 1 изнаночные 2 рапорт провязали еще один для закрепления 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая изнаночные и так 9 ряд продолжаете вязать самостоятельно 10 ряд вяжем по рисунку как смотрят петли с изнаночной стороны приступаем к вывязыванию 11 ряда смотрим на схему значит по схеме у нас первая петля изнаночная 2 петля лицевая потом мы провязываем 1 2 3 4 5 изнаночных петель и последняя петля 8 у нас лицевая с первой петли повторяем рапорт узора и итак первая петелька у нас изнаночная потом идет лицевая 5 изнаночных 1 2 3 4 5 потом идет лицевая и так рапорт 1 2 3 4 5 6 7 8 из 8 петель провязан вяжем дальше 2 раппорт 1 петля изнаночная 2 лицевая 5 изнаночных раз два три 4 5 и последняя петля лицевая в рапорте и так вы продолжаете вывязывать до конца повторяя рапорт с первой петли провязывая 8 и 5 1 8 с 1 8 11 ряд 12 ряд мы вяжем по узору как лежат по рисунку как лежат петли сейчас я покажу как я присоединяю нить для того чтобы не образовывались у нас никакие узлы значит закончилась у меня ниточка до 1 ма . нить это состоит из четырех волокон из четырех нитей берем и вот их разъединяем на 2 по 2 вернее вот и 2 и 2 разделили берем новый клубок я достаю всегда нить из центра по возможности если у меня это получается отмеряем такой же край приблизительно и тоже разъединяем по два волокна дальше берем вот один край от клубка который и присоединяем по одному краю который у нас на спицах вот так присоединили не начинаем вязать наше изделие довязали подтягиваем теперь все вот ниточку вот так и вяжем дальше потом эти хвостики мы с вами спрячем и вот у нас получается без утолщения видите вот эти хвостики тоже свяжите или вяжите посмотрите как вам будет удобно и спрячьте все вот у нас получилось без утолщения и как потом будет видно по пледу что нигде никаких переходов не видно соединение нити собственно вот так вот вы и присоединили один клубочек к другому и так дорогие мои зрители закончили мы вывязывать с вами все рапорты скажем так нашего пледа я показала основные моменты вывязывания нашего с вами узора вот узоров такой вот получается довольно таки интересный с лицевой стороны с изнаночной тоже он смотрится очень даже презентабельно вот теперь как мы с вами заканчиваем теперь вы вывязываете 7 рядов жемчужным узором лицевая изнаночная лицевая изнаночная 7 нужно чтобы только же было сколько и в начале если это у вас 8 или 9 значит тоже сверху увязывать такое же количество чтобы был вот этот вот как бы окантовка эта обвязка была очень красиво смотрелась очень аккуратно и одинаково обязательно вот продолжаете значит вывязывать сейчас обвязку это 7 рядов как я уже говорила жемчужным узором я покажу как я буду закрывать петли в данном пледе так дорогие мои зрители провязала я жемчужный узор нашу обвязку вот уже закончила видно да вот угол нашей обвязочки вот для того чтобы закрывать петли на лицевой стороне я провязала не 7 рядочков жемчужного узора а 8 вы же смотрите если вы будете закрывать узор на изнаночной стороне вернее ваше изделие не узор неправильно сказал вот значит вы будете делать то же самое что сейчас и я только изнаночными петлями значит первую петлю мы снимаем вторую провязываем лицевой и первую петлю протягиваем это самый простой способ закрытия ничего сложного и вот так вот вы закрываете у вас образуется вот такая же косичка как и в начале вязание вот и после чего закрыли отрезали ниточку спрятали кончик собственно вот такой вот у нас с вами получается плед после этого когда вы закроете ваши петли я закрою тоже то постираю его высушил и покажу наш результат сниму размеры ну а на этом я с вами прощаюсь потому что все данное что будет уже постиранный плед у нас скажем так в начале видео да эта часть остается для тех кто хочет практически видеть какие-то исполнения моменты вот я же желаю вам удачи вывязыванием этого изделия и творческого вдохновения оставайтесь всегда на позитиве при хорошем настроении здоровыми и благополучными всем добра и мира с вами была Ольга Горобец и и